Настройка направляющих Работая с CorelDRAW, вам часто придется перемещать векторные объекты, задавая им правильное положение. Для того, чтобы более точно расположить объекты на рабочей области, вам могут пригодиться не только линейки, но и так называемые направляющие. Направляющие – это линии, которые можно разместить в любом месте окна рисования. Они обеспечивают более удобное размещение объектов. В CorelDRAW существует три вида направляющих – горизонтальные, вертикальные и наклонные. По умолчанию в приложении отображаются направляющие, которые можно добавлять в окно рисования, но их всегда можно скрыть. В качестве направляющих также можно использовать объекты, например, линии. В начале работы с направляющими необходимо проверить, включено ли в программе их отображение. Для этого раскройте меню «Вид» и проверьте, поставлена ли галочка напротив пункта «Направляющие». Если нет, кликните по пункту «Направляющие», чтобы включить их отображение. Рассмотрим добавление горизонтальных и вертикальных направляющих. Для того, чтобы добавить направляющие, необходимо перейти в настройки вида программы. Для этого раскройте меню «Вид» и в группе «Команд настройка» выберите пункт «Настройка направляющих». Откроется окно «Параметры». В окне слева выберите один из пунктов «По горизонтали» или «По вертикали». Для добавления направляющей необходимо указать параметры в окне справа. Например, укажите толщину направляющей в миллиметрах или в других единицах измерения, выбрав соответствующую в ниспадающем меню. После чего нажмите на кнопку «Добавить». Направляющая отобразится на рабочей области изображения. Как вы видите, она представляет собой линию, изображенную красным пунктиром. Добавить направляющую вы можете также с помощью линеек, если их отображение включено. Для создания вертикальной направляющей переместите курсор мыши на линейку, расположенную слева. Зажмите курсор и переместите его на рабочую область. Вертикальная направляющая создана. Таким же образом вы сможете создать горизонтальное направляющее. Только в этом случае будет необходимо использовать верхнюю линейку. Направляющую вы можете переместить. Для этого наведите на нее курсор мыши. Когда мышь примет вид двунаправленной стрелки, зажмите левую кнопку мыши и переместите направляющую в необходимое место, после чего отпустите левую кнопку мыши. При работе с направляющими на панели атрибутов отобразится ряд параметров, при настройке которых мы сможем изменять положение направляющей. Например, создадим направляющую, которая будет располагаться по диагонали. Для этого в поле угол поворота панели атрибутов введите значение 300 градусов. Направляющая отразится по диагонали. Также создать направляющую, расположенную по диагонали, можно путем поворота направляющей мышкой. Для этого щелкните по направляющей левой кнопкой мыши. Как вы видите, по бокам направляющей появились двунаправленные стрелки, которые мы можем использовать для ее поворота. Наведите курсор на одну из этих стрелок, зажмите левую кнопку мыши и измените положение направляющей так, чтобы она располагалась по диагонали изображения. Таким образом, вы можете использовать направляющие для точного расположения объектов на странице документа. А используя панель атрибутов и другие параметры, изменить положение направляющих с точностью до миллиметра. Продолжение следует...